Тут есть несколько аспектов. С чисто военной точки зрения победить Иран невозможно. Огромнейшая территория. У американцев не хватит сил вообще там высадиться. Логистика сумасшедшая, невыполнимая для американцев. То есть нет никакой возможности вести войну против Ирана и выиграть ее. И это лучше всего знает Пентагон. И они предупреждали и говорили, что для какого-то маленького несчастного Кувейта, чтобы продвинуться на несколько километров, американцы сосредоточили полмиллиона солдат. Они напрягли всю свою армию. Три месяца. Они полгода готовили операцию, чтобы собрать логистику для краткосрочной войны. С Ираном это невозможно. Мало того, военные же думают по-другому, не как политики. Сосредоточить все американские силы на Иране – это оголить Дальний Восток. И дать Китаю свободные руки. Первое, что сделают китайцы, когда американцы сосредоточены на Иране, освернут голову Тайвана. Американцы ничего не смогут сделать. Американская армия не способна вести две войны средних. Большую с трудом одну. И поэтому у Китая будут развязаны все руки на Дальнем Востоке. А это меньше всего. Идет на американцы. Второе, избитая фраза. Все знают, как война начинается и как она кончится. Американцы даже не понимают, какую глупость они сделали, когда они сверлили Саддама Хусейна. Ирак – это 60% шиитов. Вот тут говорили о арабах в Ираке, шиитах. Они шииты. В Сунитах. В Ахваде суниты. На юге Ирана живут арабы-шииты. И арабы-шииты, которые живут в самом Ираке. И район нефтепроводства в Сауцинской Аравии, он шиитский. И Кувейт – большинство населения шииты. Бахрейн – 80% населения шииты. То есть тогда начнется такой пожар на Ближнем Востоке. И сами суниты с иранцами и проиранскими силами не справятся. Нет у них сил. Саудовская Аравия с огромным военным бюджетом завязана. Ничего не может сделать с каким-то несчастным Йеменом. С куситами они не могут ничего сделать. И поэтому в этой войне перцев против арабов победа будет на стороне перцев. И это еще одна проблема. И это усиление Турции. То есть из этого, из этой войны американцы целыми не выйдут. Ближний Восток целыми выйдет. Если кто выиграет – это Россия. Еще одна вещь. Когда поднимается цена нефти более 100 долларов за баррель, это бьет по китайской экономике. Больше всего это бьет по европейской и американской экономике. Вся экономика в мире, вся промышленность сегодня, она с большой, с основной составляющей, энергетической. Увеличьте цену в два раза. Вся промышленность рухнет. Прежде всего в Соединенных Штатах. Самое высокое потребление энергии в Соединенных Штатах. И не важно, у нефти цена не важна. Добывают ее в Техасе, или добывают ее в Сибири, или добывают ее в Саудовской Аравии. 150 долларов за баррель нет экономики. У них нет, а у нас, ой. У нас наоборот сразу. У нас, потому что на речи он знает, экономика. У нас сразу пальцы веером, золотые диски, бриллианты. И ничего нет. Я вам предложу сейчас нехорошие вопросы, нехороший ответ. А разве американская армия могла, например, взять Японию и удержать Японию? Конечно. Не было никакой проблемы. Не было никакой проблемы. Япония была готова к партизанской войне. Это все сказки пропагандистов. Они боятся в Антонской армии. В Антонской армии. За две недели. А если бы мы не вмешались? Да нет, даже без этого. За две недели до бомбардировки Хиросимы был уничтожен последний нефтеберегонный завод Японии. Япония осталась без топлива. То есть японцы могли через две недели, через три недели только пешком ходить. Не было. Второе. Один налет на Токио за один день 100 тысяч убитых. Города не стало. Так что не играло роль в той войне. Одной бомбой ты за один день уничтожаешь город и 100 тысяч человек. Или налетают 100 самолетов и делают то же самое. У японцев нечем было воевать. В сказке можно рассказывать, что они точили кинжалы и копья. Я просто опасаюсь, что американцы используют Иран для того, чтобы показать свои возможности ядерного оружия. По расчетам американской армии. И в Америке были два вида расчетов. Один это флот, а другой армия, потому что есть две армии. В Японии можно было в течение полугода спокойно завоевать. Остров за островом. Могут американцы ударить по Ирану ядерным оружием? Нет. Нет. Это ни к чему не приведет. Сейчас нет. Скажем так, сейчас нет. Это с военной точки зрения. Володь. А вообще-то да. С военной точки зрения. Это ни к чему не приведет. Это ни к чему не приведет. Это покажет, что нет порога применения ядерного оружия. Кому покажет? Всем остальным. Ядерное оружие, радерное оружие, смысл ядерного оружия до того, как ты его применяешь. Раз применил, все. Нам. Иран, чтобы уничтожить. То есть надо его весь уничтожить ядерным оружием. На это Соединенные Штаты не смогут прийти. Но это примерно то, что пообещал Трамп. Он сказал, что если вы будете угрожать Америке, то об Иране можно будет забыть. У него же как-то так произошло. Это пообещал Трамп. Трамп политик. И политик он не в курсе. Это официально. Войну ведут военные. Я еще раз хочу напомнить. На решение-то принимают политики, Яковлевич. Вот главнокомандующий стратегическими войсками Соединенных Штатов год назад сказал, что если президент отдаст незаконный приказ, мы его не выполним. Ха-ха-ха, Яковлевич. Нет, я верю, что он это сказал. Но я сильно сомневаюсь, что он не выполнит приказ. Я не сомневаюсь, потому что в отличие... Застрелят прямо в кабинет. Никто. В Америке. В Америке? Нет. Измену рога. Прецеденты были. Кто застрелит? Трамп. Стрелять умеет. Американская армия. Американская армия есть много вещей. Мы не знаем. Американские генералы не самоубийцы. Они отлично знают, что с Ираном ничего сделать нельзя. Они предупреждали десятки раз. Хоть раз их послушали? Да. Вот эта байка о 120 тысячах, это не байка. Это просто американские военные дали оценку. Для того, чтобы сохранить присутствие Соединенных Штатов, потребуется 120 тысяч. Это не оперативные планы. Просто когда спрашивают военных, что для этого надо, они говорят, 120 тысяч, чтобы остаться на Ближнем Востоке. Чтобы идти в Иран, надо миллион солдат. Нету. Мы должны, к сожалению, прерваться. Но если будет нанесен удар по американскому посольству, по американской базе, по американским кораблям, у американцев не будет возможности не ответить. А Болтун хочет уйти красиво. Вот тогда два эсминца пошлют свои 180 ракет, которые сделают плюс-минус то, что сделали в Сирии. И на этом все закончится. Нету сил, некому высаживаться в Иране. Я хочу напомнить то, что сбросило Картера. Знаменитая американская операция в Иране. Да, это правда. Что это было? Это был такой дикий непрофессионализм. Американцы даже не поняли, что их вертолеты на такой высоте не могут лететь над Ираном, потому что их фильтры были забиты песком. Но они, надеюсь, после этого поумнились. Во-первых, голландская высота не имеет никакого военного значения для Израиля. Если только не мыслить понятиями Первой мировой войны. Сегодня абсолютно угроза Израилу. Тем более, какой-то жизненно важный. Голландские высоты. О чем вы говорите? Ну, слушайте, я же не могу не верить премьеру Израиля. Ну, как вы, так сказать. Ну, премьер Израиля, премьер-минвестер Израиля, он политик. Я немножко лучше знаю, как брали голландские высоты, зачем и почему, и для чего. И что наши генералы думают о их военном значении. Ну, это унижение для интеллигенции вообще поднимать этот вопрос. Политики могут делать что угодно. Так что оставьте голланды в покое. У нас единственная проблема есть со всеми этими странами, кроме этого психопата Султана. Это потенциальная вероятность получения Ирана достижением ядерного оружия. Все остальное нас не интересует абсолютно. Все остальное это детские игрушки. Но, если посмотреть внимательно, цель Соединенных Штатов в Иране сначала, из-за чего все было сказано, поменять власть в Иране. Трамп пришел к выводу, что поменять власть в Иране почти невозможно. Почему почти? Потому что американские специалисты, которые думают по-американски, и понятия не имеют, что такое Ближний Восток, они думают, что экономическое положение в Иране приведет к падению режима в Иране. Они вообще не понимают, о чем они говорят. Сегодня власть в Иране, она устойчива, и никто, и ничто ей не угрожает. И если иранцы будут есть в два раза меньше, власть останется. Это Иран, это не Испания. И поэтому все, кто думают европейскими или американскими мозгами, что если кому-то чего-то не будет хватать, поменяется власть, и так они относятся к ХМАЗу, и так они относятся к Ирану, они вообще не понимают, о чем они говорят. Второй вариант, запасной, у Трампа, он простой, идти на переговоры, и поэтому все эти крики, вся эта истерика только одна, заставить иранцев пойти на переговоры. Но он хочет это сделать, сохранив лицо, поэтому говорит, пусть они попросят. И последнее, американцев не волнует ядерное оружие Ирану, абсолютно. Кому оно мешает, кроме нас? Саудовской Аравии? Тут плевать, американцы скажут, мы вас прикроем, так же, как мы прикрываем Европу. Никого иранское ядерное оружие не волнует. Турцию для того, чтобы делать. Саудовская Аравия ударна, это не американский интерес. Это все предлог американцев давить на Иран, поменять власть. Но! Начало военных действий с Ираном. И это не будет краткосрочная война. И никогда американцы не начинали войну против желания Пентагона. Во Вьетнаме военные хотели войны. В Ираке военные хотели войны. Когда военные говорят, нет, не надо, ни один американский политик войну начинает. Но начало войны, затяжной, против Ирана, при этом через полгода у Ирана будет ядерное оружие. Спасибо.